Приветствую вас Елена, давайте разберём ваш вопрос. Сразу хочется сказать, что вот, значит, ваш последний такой абзац, когда вы пишете про то, что не знаете, как вот подавить вам то, о чём вы пишете и то, что вы, ну, то, что вы позиционируете как проблему. Вот. Мне кажется, что здесь вы слишком, как будто бы, знаете, к себе строги. Вот. Ну, то есть, у человека довольно много бывает препочтений, желаний и так далее. И дело не в том, чтобы что-то подавлять, да. Дело в том, чтобы учиться, наверное, с этим жить, учиться с этим жить так, чтобы вам было хорошо, учиться с этим жить так, чтобы вам было комфортно. Вот. Наверное, идея как-то больше в этом, в этом идея больше, нежели чем про то, чтобы что-то там стараться подавить, да. Вот. Это первое. Второе. Значит, если мы говорим с вами про ситуацию в целом, которая у вас сложилась, да, если мы с вами говорим про ваше положение, то это положение в какой-то степени оно классическое. В плане того, что, ну, вот, например, психоаналитики очень любят такие вещи, где человек рос без отца, и, соответственно, у него есть определенные проблемы, вот, и, соответственно, идет такая вот, что называется, проработка взаимодействий с отцом, да, как бы, которая может, в принципе, занять годом, вот. Я же думаю, я думаю, что, если на что и, вот, как бы, ну, тратить время свое, да, если на что его и тратить, то на исследование себя, на исследование своих желаний, на исследование своих чувств, на исследование того, что я хочу и так далее. Значит, чем, чем можно охарактеризовать? Ваше постоянное то, что вы нуждаетесь вот в мужчине, который старше вас, соответственно, что вы хотите, значит, быть, там, ну, быть дочерью, да, быть ребенком и так далее. В первую очередь это связано с тем, что вам в детстве, по-видимому, пришлось иметь дело с негативным опытом, проявления своей эмоциональности, вот, то есть, то есть, то есть, то есть, э, я, ну, я бы, по крайней мере, так сказал, да, обычно так бывает. То есть, о чем здесь, по факту идет речь. Ну, по факту, по факту, здесь идет речь о том, э, что, э, вы, э, были вынуждены, были вынуждены, э, подавлять, э, значит, свою эмоциональность, вот, потому что она была неэффективная, потому что вы от нее страдали и получали, э, в целом, очень негативный опыт из-за этого, из-за, э, ну, вот, э, э, этого проявления. А когда вы действовали как более такой взрослый человек, э, соответственно результат был, э, э, вы привыкли так действовать. Ну, вот, таким образом, привыкли действовать. Но при этом, э, э, желание, э, быть, э, ребенком, оно осталось. Желание, э, проявлять, э, э, эмоции, э, э, никуда не делать. А, ну, то есть, вы, по-прежнему, вы, по-прежнему, э, хотите этого. Вот. Только, э, э, только можете вы это сделать, э, э, только вот с мужчиной. Э, э, с мужчиной, который, э, будет силом, чтобы на него опереться. Вот. Потому что, когда вы на человека операетесь, вот, э, вам не больно. А, с болью вы обращаться не умеете. То есть, условно говоря, здесь, э, э, проблематика, э, заключается в отсутствии доверия к себе на чувственном уровне. И в отсутствии, э, э, принятия себя на этом, на этом самом, э, чувственном уровне. Я бы сказал. Ну, вот, вы, ну, что-то, говорите, да, что, вот, ну, как, ну, подавить, э, свои желания, вот, что-то такие. Подразумеваю, что с ними что-то не так. Ну, а, вот, ваши, ваши, мои желания. Да, на самом, на самом деле, э, как бы, дело здесь не в том, так же с ними что-то или нет, а, а дело в том, насколько вы себя комфортно в этом чувствуете, насколько свободно вы в этом себя ощущаете. То есть, мне кажется, что вы, ну, насильно, как бы, выставляете, э, насильно заставляете себя, там, условно говоря, есть нелюбимую пищу. Вот. Другое дело, если вы как-то вот несчастны в этом опыте, тогда, но если вы счастливы в этом опыте, то, как бы, э, это немножко другой вопрос. Я знаю, вы описываете негативный опыт, что вы избежали, что, соответственно, вы говорите чуть ли не о том, что контролировать себя не можете. Вот. Это немножко, э, это немножко, э, другое. То есть, то есть, то есть, я имею в виду, это, э, значит, э, как бы, мне кажется, что в том числе это связано с, э, подавлением, опять же, тех же своих чувств. То есть, то есть, то вы слишком взрослых, то вы слишком ребенка, а расслабиться, как бы, у вас не получается, не получается, как правило, это так работает. Поэтому тут важно научиться себя слышать, да, тут важно научиться, ну, как бы, как бы, тут важно, э, принимать себя в первую очередь. Вот. А уже потом, соответственно, э, все остальное. Вы же себя не принимаете, вам нужно, чтобы, чтобы я принимал именно, вот, э, такой, э, взрослый, э, сильный, наверное, наверное, мужчина, мужчина. Если он этого не делает, значит, то я с вами, вот, э, что-то не так. Вот. Э, 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 и вот этот момент, момент, что мне нужно принять, э, э, взрослого и э, сильного мужчины. Вот этот момент, он, э, конечно, достаточно важен. То есть, э, 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 ищите, что в себе не так, вы ищите, что бы такое, интересно в кавычках конечно, себе подавить, вот, что бы значит. Потом это оценили, ну, мужчина, вот, другой. Но самое главное, конечно, заключается в том, что вы можете быть либо взрослым, ну, либо, либо, либо вот только взрослым вы можете быть, вот, либо вы можете быть только ребенком. Такого, такого вот, что бы, ну, вы были разные, наверное, не получает, не получает. Вот. Это вас не может не мотивировать, как мне кажется, это не может вас не мотивировать на то, что бы некоторых мужчин обесценивать, а с некоторыми мужчинами не позволяет себе быть слабым, быть, а с некоторыми мужчинами не позволяет себе проявлять свои чувства, да, не проявлять, проявлять, не проявлять свои желания и так далее. То есть, по сути, ну, вы себя, вот, как бы, зажимаете очень сильно, на мой, по крайней мере, взгляд. Вот. То есть, ну, так это, так это выглядит. Вот. И, как бы, идея здесь, на мой взгляд, заключается именно, именно в этом. Именно в том, что вы в постоянном напряжении. Напряжение. Вот. Собственно, 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 и мужчин это вам нужен для того, чтобы почувствовать себя, ну, подослабленным, скажем так. Мужчина вам нужен для того, чтобы ощутить себя свободнее и спокойнее, потому что самой вам, ну, тяжело, самой вам трудно, самой вам, ну, как бы, нелегко, нелегко приходится. Вот. А из-за того, что, ну, нужно, чтобы все, как бы, контролировать. Вот. То есть, ну, это в какой-то степени такой достаточно важный момент, потому что вы пытаетесь, пытаетесь, как мне кажется, контролировать. Вот. Вот. Многая в своей жизни такая вот, боевая такая вот, такая вот вы, а, ну, как иногда говорят, знаете, пробивная, да, вот? Ну иногда. Так говорят. Вот. А, хотя это, ну, как бы, немножечко спорный момент, насчет того, насколько, насколько быть, насколько хорошо быть пробивной, потому что иногда это кому-то по силам, для кого-то это естественно, иногда для кого-то это довольно тяжело. Ну вот, мне кажется, что вам это бывает, мягко говоря, не всегда легко. Не всегда вам это, не всегда вам бывает, бывает легко быть такой вот пробивной, да, и далеко не всегда, совсем не всегда вы можете позволить себе быть слабым, быть уязвимой, быть такой, как бы, быть нежным и так далее. То есть вы можете быть такой только со взрослым, со взрослым мужчиной, который вас полностью защищал. Связано это с тем, что не очень хорошо у вас проставлены в личной границе, точнее, в личной границе, как мне, кажется, что вы играете от, что называется, нападений. То есть, ну, я не в прямом смысле, я имею в виду, что, ну, я не имею в виду, что вы, там, знаете, на всех нападаете и так далее. Нет, я ни в коем случае не имею в виду, я имею в виду немножко другое, да, я имею в виду, что вы вот пребываете, как мне, кажется, в повышенной боевой готовности, чтобы себя защищать. Вот, кстати, от напряжения может способствовать вашему повышенному тонусу секционному. Вот. Все, безусловно, ну, как бы, наиболее расслабляет нас. То есть, вызывает влечение, вызывает влечение у нас. Как правило, то, где мы чувствуем себя в безопасности, вот. И, соответственно, вы чувствуете себя в безопасности, вот, в определенной среде. И, соответственно, тяготите к этому. Ну, потому что вы же себе не враг, не враг. Вот. Это, как бы, логично. Вот. Вот. Поэтому я хочу вот повторить, хотя я уже это говорил, что с большим, с большим опасением я отношусь к тому, что вы говорите, вот, там, подавить что-то, да. То есть, как бы, ну, не все, мне кажется, нужно подавлять то, что, ну, является вашим, то, что касается вас. Вот далеко не все, мне кажется, нужно подавлять. Вот что-то из этого, на мой взгляд, очень даже полезно, нужно и является, ну, вашим, является проявлением вас настоящего. А вы взял, возьмете, да, и там, все это подавится, но, в итоге, вы взяли себя лучше чувствовать. Вот. А мне кажется, что пишите вы, помимо всего прочего, хоть прямо вы и не называете, но, мне кажется, что пишите об этом. Про стыд. Вот. То есть, есть такой вот, мне кажется, элемент стыда здесь у вас. Вот. И если, 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 если я прав, если действительно я стыд, то стыд, это, конечно, подавленная обида, подавленный гнев, вот. То есть, это, в принципе, ну, такая достаточно нормальная история. Вот. То есть, это абсолютно нормально, что на кого-то вы можете, там, гневаться, на кого-то вы можете, там, чувствовать злость, и так далее. То есть, это абсолютно нормальная история, но, если вы себе этого не позволяете, если вы себе это запрещаете, то могут быть такие вот у вас сложности, в том числе. Вот. Поэтому на это тоже я бы хотел, чтобы вы обратили бы свое внимание, это важно. Дальше. Значит. Так. Забретный плод. Ну, это, значит, желание проявить себя. Дальше. Так. Значит. Так. Казалось, все-таки добилась его. Так. Он долго находился в депрессе, винил себя, что сама называлась собой другому человеку неприятности. Ну, вина, да. Так вот. Подавлено. А вот. Понимаю, что, значит, хочу быть 600 девочек. Уже не хочу быть избранной, единственными, повторяю, или родительской безопасности. Вот. Здесь вы говорите про тревогу. Это тревога. Вот. Которую вы игнорируете. То есть. Тревогу вами игнорируют. Она есть, но я как бы делаю вид, что ее нет. У меня не очень получается, но мне осталось, чтобы признать, что, ну, как бы есть, есть тревога и есть моменты, которые, ну, могут, могут вас как-то вот там беспокоить, как-то вас тревожить и так далее. Да? То есть, как бы, ну, это нормально абсолютно. Вот. Вместо этого вы, ну, вот, как мне кажется, этот, эти моменты, тоже предпочитаете игнорировать. Хотя это очень большая часть вас. Вот. Поэтому идея здесь достаточно проста, да? Вот. Подравлять ничего не нужно. Вот. Исследовать себя и смотреть, вот, как происходит вот эта история, что вам хочется быть единственным, уникальным, и так далее, да? Это вот гораздо такой вот, ну, гораздо важнее, гораздо важнее здесь на этом, мне кажется, обратить ваше внимание. Ну, потому что это, опять же, такой вот, достаточно важный, как мне кажется, момент и аспект. Вот. Если на этом вы свое внимание не будете заострять, вот, если вы на это не будете обращать внимание, вот, то вы будете, собственно, делать то, что делаете сейчас. А именно, вы будете это пропускать, пропускать. И пропуская, вы не будете понимать и осознавать, а что же, собственно, собственно говоря, со мной сейчас происходит. Да? Что же, собственно, собственно говоря, я чувствую. Вот. А чувствую я вот такие вот определенные переживания. Вот. Понимаете? Да? Я надеюсь, о чем я говорю. Дальше. Так. На данный момент нашла человека, которого я в первый раз полюбила. Это мои первые отношения. Так. Которых я не сбегал нехорошить. Не дополнял фантазию. Собраться дрожьем возле мужчины. Я читаю об этом поздравлении, как подавить. Знаете, образы – это форма. Образ – это форма ваших желаний. И мне кажется, что ваши желания, они, в принципе, нормальные. Ну, вынуждаетесь в защите, вынуждаетесь в опеке и прочее, прочее, прочее. Это нормально, мне кажется. Но важно немножко другое. Как вы обращаетесь с этим? Как вы позволяете себе с этим обращаться? Вот. Мне потому что кажется, например, что вы себе это вообще не позволяете. Мне кажется, вы вообще не позволяете себе обращаться с этим вот ощущением незащищенности. Мне кажется, что вы вообще запрещаете себе даже допустить мысль о том, что я вот сейчас могу быть незащищенным. И уж тем более, как мне кажется, вы запрещаете себе мысль о том, чтобы, ну, может быть, попросить о том, чтобы вас как-то защитили, может быть, попросить о том, чтобы вам, ну, как-то вот обняли вас, как-то защитили вас. Вот. Мне кажется, что об этом вы не говорите. А момент это очень важный. И, ну, постоянно, например, или не постоянно, но пропуская этот момент, то вы же сами себе вряд ли помогаете. Вот. Таким образом. Вот. Поэтому, поэтому, вот, я бы вам рекомендовал в таком направлении, как каком-то двигаться, вот, значит, в том, чтобы лучше себя исследовать. И как-то отходить от того, что, что это вот что-то такое ужасное, плохое, там, не знаю, непорядочное и прочее. Ну, просто, вот, это немножко ярко выражено в силу опыта, какого, ну, вашего опыта, чисто. Вот. И, в принципе, мне кажется, всё, всё. Я не говорю, конечно, что это прям сто процентов так, но думаю, что, если я, опять же, если мы, опять же, здесь говорим про девиации, а именно об этом, ну, именно это, мне кажется, вы имеете в виду девиации, потому что вот у меня девиация, вы пытаетесь сказать. Вот. То, если мы говорим об этом, то, ну, девиация абсолютно указывает нас, вот, и, на мой взгляд, стараться избавить себя от девиации, да, ну, мягко говоря, мягко можно убить на это очень много времени, можно убить на это вообще всю свою жизнь, ну, вот, добиться крайне скромных результатов. Поэтому гораздо лучше уметь к этим обращаться, да, уметь это направлять. Самое главное, быть более внимательным и к себе, потому что, вот, в том моменте, где вы пишете про то, что у меня там появляется образ мужчины, ладно, и так далее. В этот момент вы, ну, как мне кажется, не идёте туда глубоко, глубже не идёте, вот. А глубже идут, потому что подременно, скорее таки, безопасность. Ну, и понятно, что некоторые, ну, некий, некий, некий элемент обесценивания себя самой власти, некий элемент обесценивания, безусловно, присутствует, вот, к сожалению, тоже. Это, это, конечно, ну, это не может не оказывать влияния, но на вас это не может не оказывать влияния на ваше восприятие, ну, на ваше восприятие себя, вот. Так что вот в таких направлениях, мне кажется, и нужно работать. Да, возможно, есть некоторые сложности с восприятием отца, вот. Возможно, есть какая-то злость, но, опять же, это, это важно, это важно проживать. Не цементировать в себе, а важно это именно проживать. Если это проживать, вот, то беспокоить вас будет, ну, как бы, в разы меньше, вот. Сказать, что, как бы, ну, уйдет совсем, нет, что-то из этого является, частью вас, конечно, вот, что-то из этого является неотъемлемой чертой вашей. Вот этого, ну, тоже никуда не деться, вот. Хотите, хотите вы этого, вы этого или нет, вот. Поэтому, ваша, ваша такая вот, знаете, критичность, да, к себе, она тоже, мне кажется, больше про взрослые отношения к себе, то есть я сама подъявила к себе вот такие требования, да, я сама там, не знаю, требую от себя, ну, быть, быть, такой, вот, какой, ну, я считаю, там, должна быть, например. Вот, и всё, как бы, могу я такой быть, не могу, хочу я такой быть, ну, это, это не важно, это не важно, абсолютно это не важно. Ну, вот, и тут вот вы, короче-таки, занимаетесь тем, вот, на мой взгляд, тут вы занимаетесь тем, что уходите от себя, и, вот, чем дальше, чем дальше вы от себя уходите, чем дальше вы себя игнорируете. вот, тем, конечно, вам, вам сложнее, тем, конечно, вам тяжелее, тем, конечно вам вы чувствуете себя напряжение, 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 напряжение. Ну это нормально. это нормально. Поэтому своей задачей как психолога, психотерапевта, я считаю научить вас жить с этими чувствами, которые у вас есть. Научиться получать от них, может быть, наслаждение. Научиться не избегать этого. Это, мне кажется, куда более важно, это, мне кажется, более чем реализуемо для вас. Потому что это реально то, что можно сделать, это реально то, что вам может быть интереснее, это реально то, что касается вас, это вообще больший интерес. Ну и какие-то чипы, связанные со всем, конечно, тоже можно и нужно прошить, выплеснуть, вырезать. Вот. Это вне всякого сомнения, конечно же. Потому что, ну, очевидно совершенно, что вас это беспокоит, волнует. Для вас это в какой-то степени болезненно, проблематично и так далее. Вот. Какая вот история. То есть я думаю, что в целом, вы очень такой позитивный, интересный сторонний человек, который просто не очень хорошо знает себя. Ну, это можно подкорректировать. Если есть такое желание, если есть такая вот потребность, условно говоря, ну, у вас. Вот. Это то, что я хочу вам сказать. На данный момент, да, на данное время, с учетом той информации, которую вы предоставили, да, с учетом вашего вопроса рассказываем. Вот. К сожалению, не очень длинного, может быть, к счастью, вот, что вы не стали много писать. Вот. Это, в принципе, очень здорово. Вот. Так что я думаю, ваш вопрос задан не совсем корректно. Я бы сказал, что ваш вопрос задан несколько не гуманно по отношению к себе. Я бы его немножко перефразировал. Вот. И, соответственно, уже как-то в этом направлении предложил бы двигаться. Вот. Случаи бывают разными. Вот. Ситуации бывают тоже разными. Люди бывают тоже разными. И, как бы, вопрос морали, нравственности, вот, чего-то там, не знаю, постыльного, да. Вот. Это немножко не тот вопрос, которым может заниматься психолог. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за отклик по моему ответу. Это может быть началом вашей работы над собой. Продолжение следует.